Вы знаете, еще немного, и у нас будет праздник Новый Год, Доллара Года. Еще примерно около месяца. Это означает для нас, что мы практически заканчиваем этот год, и годовое чтение Торы заканчивается. И вы помните, что мы читали одновременно на Парашат Шавуа, и не только из Торы, но и из Нового Завета. Может быть, мы недостаточно уделяли внимания этому. И то, что осталось на данный момент, это две книги. И на этой неделе мы читаем послание Филимону. Вы знаете, это самая короткая книга в Бритах Хадаша. И когда я читал, я удивлялся, что это за книга такая, что за послание, вообще, зачем, почему он... Апостол Павел пишет кому-то, Шауль, какому-то парню о чем-то. И не совсем я понимал, о чем мне говорить здесь. Я хотел бы, чтобы мы прочитали здесь несколько стихов. Всего лишь одна глава там есть в этом послании. И мы будем читать из восьмого стиха. Прочитаем сразу на русском. И поэтому, хотя я апостол Машиаха, смело мог бы указать тебе на твой долг, я предпочитал обратиться к тебе с просьбой, потому что люблю тебя. Это я, Павел, божий посол и узник Машиаха Ишуа. Прошу тебя за моего сына, который стал мне сыном здесь, в тюрьме, за Анисима. Когда-то он был для тебя бесполезен, а теперь он и тебе, и мне стал очень полезен. Я отсылаю его тебе, его, который стал частью меня самого. Мне, правда, очень хотелось оставить его при себе, чтобы он помогал мне вместо тебя здесь, в тюрьме, куда я брошен за радостную весть. Но я ничего не хотел делать без твоего согласия. Пусть твое доброе дело будет по доброй воле, а не по принуждению. Может быть, он потому на время и был с тобой разлучен, чтобы ты потом применил его навеки. И уже не как раба, а много больше, чем раба. Как дорогого брата, особенно дорогого мне. Несравненно больше он дорог тебе и как человек, и как брат в Господе. Так вот, если мы с тобой делаем общее дело, прими его, как принял бы меня. А если он в чем-то при тобою провинился, или что-то тебе должен, считай это за мной. Вот я пишу тебе собственной рукой. Я, Павел, обязуюсь возместить тебе убытки. Здесь есть небольшая история. Апостола Павла, Саула, вы все знаете. Филимон, он был один из его учеников. И через его служение возникла домашняя община, довольно-таки большая. И здесь есть еще один парень, его зовут Анисим. И он был рабом Филимона. И то, что произошло в какой-то момент, он просто убежал от Филимона. И, скорее всего, он не только убежал, хотя был рабом Филимону, но он и взял какую-то часть его имущества. Потому что человеку необходимы деньги, необходимое имущество, чтобы начать жить в другом городе. Что получилось, он убежал от своего господина и украл у него. И когда он пришел, попал в Рим, он там встретился с апостолом Павлом и покаялся через него. И начал служить ему. И апостол Павел называет его моим сыном в вере. И апостол Павел понимает, что эта ситуация, она неправильная. Потому что он должен вернуть раба своему господину. И не просто вернуть, но он еще пишет Филимону, «Прями его не просто как раба, но как твоего брата по вере». И понимаете, сейчас о чем здесь говорится, потому что, когда мы вначале читали, было не совсем понятно. Но когда ты углубляешься, ты начинаешь видеть немножко по другому картину. И здесь, когда я понял эту историю, я увидел другую картину. Это очень напомнило мне притчу о потерянном сыне. Это очень напомнило мне нас самих. Потому что это то, что случается с нами. Что случилось с Анисимом? У него был господин, но он не хотел ему служить. И господин действительно заботился о нем. Он, конечно же, обеспечивал его всем необходимым. И питанием, и одеждой, и местом, где спать. Но Анисим видел вокруг себя людей, которые не являлись рабами, были свободными. Он видел, как они живут, как поступают. И он тоже, естественно, хотел быть свободным. Он хотел оставить своего господина, не хотел быть под его властью. Это похожая история была то же самое с блудным сыном. Отец очень заботился о нем. У него было все необходимое для жизни. Он был как царь. Но он видел то, что есть вокруг него. Он хотел поступать, как другие люди. Он не хотел прислушиваться к тому, что говорил ему отец. Делай это, делай это. И это очень похоже на нас. Вся наша жизнь начинается, когда мы начинаем понимать добро и зло. Когда ты вдруг взрослеешь и начинаешь это понимать. У тебя уже появляются собственные какие-то желания, стремления. Всякие интересы и желания к тому или другому. Гормоны, амбиции. И ты уже не хочешь быть вместе со своими родителями. Как подросток, тебе хочется убежать. Ты хочешь быть самостоятельным как можно быстрее. Потому что много раз они говорят тебе одно, а тебе не хочется этого делать. Потому что у тебя свои желания. И ты не думаешь в тот момент, правильно это или нет, потому что ты все время уверен, что ты умный. Ты хочешь убежать, ты хочешь выйти из-под их власти, власти родителей. И похоже очень случается и с Богом. Независимо от того, веришь ты в него или нет. Но ты хочешь делать то, что тебе хочется. Люди в реальности где-то внутри себя понимают, что Бог существует. Но они не хотят находиться под его властью. Есть здесь разные уровни. Я расскажу об этих трех уровнях. Есть люди, которые хотят выйти из-под власти Бога. Они не хотят поступать по его воле. Они хотят поступать так, как им хочется. То, что им хочется делать. Хотят делать то, что делают другие. Нехорошо им, когда кто-то ими управляет. Я уверен, что многие из нас были вот именно, относились к этой категории, возможно даже сейчас. Ты говоришь, я сам могу все построить. Я сам могу достичь различных вещей. Почему я должен кому-то доверять, на кого-то надеяться? На кого-то, кого я вообще даже не вижу. И о котором говорят мне, что он существует. Я тот, который сам хочу всего. А, и я становлюсь, как бы, своим собственным идолом. Потому что написано, если кто-то не надеется на Бога, если кто-то обращается спиной к Богу, и начинает служить кому-то другому, он управляет сам на себя. Он становится идолом. И так очень часто мы поступаем. Но есть другой немножко уровень. Есть люди, которые не только хотят выйти из-под власти Бога, они также смеются над ним. Говорят, ну, где ты? Я вот с тобой разговариваю, сделай здесь что-нибудь. Почему он не наказывает меня за такое отношение? Я вот здесь делаю что-то злое. Почему он меня не наказывает? Они смеются и смеются над Богом. Где Бог? Он где-то там далеко. Возможно, он заснул. Это не только люди, которые вокруг нас, но мы видим очень много таких примеров и в Писании. Так и я был в свое время. Смеялся над Богом. Если он ничего не делает мне, то, наверное, он просто не существует. Может быть, ему все равно, и мы его не интересуем. И это второй уровень, что мы начинаем смеяться над Богом. Есть третий уровень, еще более плохой. Это когда люди начинают противиться Богу, восставать против Него. Они не только смеются над Ним, они специально какие-то вещи делают. И вы знаете, это случается часто и с верующими людьми. И я действительно не хочу пожелать, чтобы такое происходило с вами. Потому что бывает, что ты вот верил в Бога, но разочаровался из-за чего-то. Потому что у тебя были ожидания вот такие и такие, а произошло в действительности другое. Потому что ты хотел, чтобы так все произошло, а Бог сделал совсем иначе, так, как Он хочет, а не так, как ты. И проблема в том, что часто мы не понимаем, почему так. Помните книга Иова? Он не понимал, почему это все происходит в его жизни. И часто мы не можем знать, почему Бог это делает. Но, с одной стороны, ты можешь просто принять это и продолжить дальше. Или же ты можешь просто разочароваться и сказать Богу, оставь меня. И есть люди, что из-за разочарования рождается в них очень сильная озлобленность. И эта озлобленность толкает их совсем на другую дорогу. Они начинают делать дела действительно против Бога. Они стараются разносить плохие вести, плохие новости для других людей. И это может быть верующий или неверующий человек. Они действительно становятся разносчиками плохих вестей, особенно против Бога. И это третий уровень, когда люди хотят уйти из-под власти Бога. Это то, что произошло с Анисимом. И неважно, насколько Филимон был хороший или плохой, он просто не хотел быть его рабом. Он хотел быть свободным. И это действительно то, что происходит внутри нас. Даже у нас, когда мы верующие, иногда наступает такой момент, когда нам хочется быть самостоятельными, делать то, что нам хочется. И особенно, если у вас есть какая-то мечта или какие-то сильные желания. И они настолько захватывают тебя, что тебя уже не интересуют. А что хочет Бог? Может быть, Бог хочет другого. Еще одна вещь, что мы видим насчет Анисима. Когда он убежал от своего господина, он также взял часть его имущества. Когда он убежал от своего рода, когда он убежал от своего рода, он также взял часть своего наследства, которое ему принадлежало. И когда он взял эту часть, он как будто сказал своему отцу, вот я беру свое наследство, ты как будто умер для меня. Потому что наследство получают только после смерти хозяина. Подумайте об этой вещи, что мог чувствовать отец, когда это происходило. Это как будто сын плюнул ему в лицо. Как будто он сказал, все, ты больше не существуешь для меня. Подумайте, что думал и чувствовал Филимон, когда он получил это письмо, и он вспоминал о том, что Анисим ему сделал. Как он убежал от него, и как украл у него. Какие чувства были у него. Что Бог чувствует, когда мы вот так отворачиваемся от него. Написано, что нету человека, который бы не грешил. Все мы совратились с дороги. Это написано у Исаии. Каждый из нас совратился с дороги и пошел по своему пути. Что Бог чувствует в этот момент? Когда ты, с одной стороны, оставляешь Бога. Но, с другой стороны, ты хочешь взять часть своего наследства, часть имущества его. Потому что все то, что есть вокруг нас, это принадлежит Богу. Даже если ты думаешь, что ты нашел работу, это Бог позаботился о тебе. Если ты думаешь, что вот ты кормишь и обеспечиваешь свою семью, это Бог стоит за всем этим, и Он дает эту возможность. Может быть, ты хочешь жить в этом мире без воздуха. Но ты не можешь, потому что это Бог сделал, и это Ему относится. Ты хочешь употреблять Его имущество, но не хочешь быть под Его властью. И это то, что происходит с людьми. Почему? Потому что мы не всегда понимаем это. Мы просто хотим делать то, что хочется нам. И это то, что произошло. Онисим убежал оттуда. Но на всякое вещь есть воздаяние. И это воздаяние, оно состоит из двух частей. Есть воздаяние, которое относится между нами и Богом. Есть воздаяние, которое относится к отношениям между нами и другими людьми. Если мы вот так вот оставляем Бога, мы просто оборачиваемся к Нему спиной, и перед Его глазами начинаем делать зло. И если вы прочитаете книги пророков, вы увидите, что действительно Бог чувствует в этой ситуации. Насколько больно Ему и тяжело Ему. Насколько Бог плачет. Когда человек отворачивается от него. Задумайтесь, что бы вы чувствовали, если бы ваш ребенок делал вам зло. не только для вас, но если бы вы видели вдруг, что ваш ребенок растет и совершенно поступает не так, как бы вам хотелось. Это больно. Так же больно и Богу. Но он говорит, есть воздаяние за каждую вещь. Потому что написано, что нету человека, который бы не грешил. Но если человек грешит, его ожидают наказание. Есть смерть. Это не только физическая смерть. Есть наказание разделения с Богом во веки вечные. Потому что написано, что все люди, имена которых не записаны в книге жизни, будут брошены в озеро огненное. Это будет что-то очень болезненное. И я не знаю, насколько это будет. Или будет это физическое, эмоциональное, или душевное. Но это будет что-то, что ты очень четко почувствуешь. И это навечно. Но что с этим делаем? Мы знаем, что Бог, Он любит своих детей. Он готов прощать. Как апостол Саул пишет Филимону, прости его и прими его обратно. Может быть, это не очень просто принять обратно. Для людей, как мы с вами. Но Бог да, хочет принять обратно. И поэтому Он дает свое решение. Он первый протягивает свою руку к примирению. Он говорит, у меня есть решение для тебя. Это он и шазе есть уже кто-то, кто взял на себя. Наказание твое, есть уже кто-то, кто взял на себя. Есть уже кто-то, кто будет отделен и возьмет на себя весь грех твой. И Он говорит, это Иешуа Машех. Он действительно тот, который берет на себя твой грех. Он тот, который платит за нас. И иногда люди могут задаться вопросом, как действительно, если мы должны быть разделены с Богом навечно, как Иешуа мог сделать это? Он же все еще с Богом. Как Он был отделен с Богом, если Он взял на себя грехи? Где мы видим, что Он понес на себя такое же адекватное наказание, которое мы должны были понести в Огненном озере? Да, действительно, Его избивали. Он чувствовал стыд. Но где мы видим, что Он действительно был отделен от Бога? И что это было для Него настолько тяжело? Вы помните Его молитву в Гемсимянском саде? Когда Он просил, Господь, если возможно, доминует Меня чаша сия. О чем Он боялся? Боялся ли Он о физических вещах, о боли, которая Ему предстоит? Или Он боялся того стыда, который Он должен пройти? Но даже простые люди, как мы с вами, иногда проходят такие вещи, броль и стыд. Многие из Его учеников прошли через это. Убивали их, гнали их, избивали. Они проходили это, и не было никакой проблемы. Это не что-то очень-очень специфическое, это тяжело. Но Он, Иешуа Мессия, что Он был все время с Богом, что был неотделимой Его частью, написано о Нем, что Он был с Богом с начала сотворения мира. Все время, даже секунды, они не были отдельно. Полное единство. Вдруг Иешуа понимает, и Он знает, что если Он возьмет на Себя грех людей, Бог его оставит. Потому что Бог не может быть с грехом. Все время они были вместе, и вдруг Он понимает, что Отец оставит Его. И это самое тяжелое наказание, которое Он смог взять на Себя. Отделение от Бога. Он должен был спуститься в преисподнюю на три дня. Когда Отец далеко от Него. И это было для Него тяжело. Именно поэтому Он молился, если возможно, пусть минует меня метр тяже. Это то наказание, которое Он смог и был готов взять за нас. И это тот подарок от Бога, который Он дает нам. И то, что ты должен, это просто принять это и попросить его прощения. И как Отец принял своего вернувшегося сына, так и Бог примет тебя. Мы видим здесь, что апостол Саул пишет это письмо Филимону. Он пишет, я лично прошу тебя об этом, сделай это. И есть у нас кто-то сегодня, который просит у Отца прими меня. Есть кто-то, кто просит за нас с очень высокой протекцией. Как апостол Саул пишет, Шауль, прими его, как будто ты меня принимаешь. Как будто ты принимаешь мое лицо. Ишуа, он лицо Бога. Он говорит, Отец, прими их, как ты принимаешь меня. Если ты принимаешь Ишуа, то он просит за тебя. Но принять его, принять Ишуа, это не только попросить прощения. Посмотрите, что Шауль пишет о Анисиме. Смысл самого имени Анисима, это кто-то, кто приносит пользу. Он пишет, что до этого он не приносил тебе никакой пользы. Он не делал ничего хорошего. Когда-то он был для тебя бесполезен, а теперь он и тебе и мне стал очень полезен. Одиннадцатый стих. Он не был полезен, несмотря на то, что должен был быть полезен даже в соответствии со своим именем. Но он говорит, что-то случилось с ним. Он покаялся. Он изменился. Вместо того, чтобы быть бесполезным, он стал полезным. покаяние это изменение. Только тогда, когда есть изменение в твоей жизни, видим, что что-то с тобой происходит. Потому что если ты только просишь у Бога, Господь, я хочу вернуться, я хочу покаяться, но ты ничего сам не делаешь, то это показывает, что ты не в полной мере хочешь вернуться к Твоему. Это действительно те, когда ты готов быть ему полезным. Хочешь ли быть полезным Богу? или ты хочешь оставаться человеком, который делает то, что ему хочется? Это действительно разница между верующими и неверующими людьми. искать искать того, что хочет тебе или искать того, что хочет Бог. Шаул говорит, что если ты действительно покаялся, то ты становишься полезным не только Богу, но и людям. посмотрите на 15 стих, какие прекрасные вещи он здесь пишет. Может быть он потому на время и был с тобой разлучен, чтобы потом принял ты его навеки. Мы оставляем Бога в начале своей дороги. Но он говорит, что все это только на короткое время. Дальше ты можешь быть с ним навеки вечные. Если ты проходишь этой дорогой и возвращаешься к нему в покаяние. Потому что как мог Анисим быть навеки вечные с Филимоном? Это не в этой жизни. Может быть это вечная только жизнь. Это именно то, что говорится о нас. Мы будем с Богом навеки вечнее. Он пишет дальше. И уже не как раба, а много больше, чем раба, как дорогого брата, особенно дорогого мне. Он говорит, ты был рабом. Был рабом Филимону. Но ты возвращаешься к нему уже не как раб, но как любимый брат. Когда мы через Ишуа возвращаемся к покаянии, мы возвращаемся к Богу не как рабы, но уже как дети и как братья и сестры любимые Ишуа. Любимые дети. Господь хочет принять нас обратно. Он хочет видеть в нас это изменение. Он хочет чтобы мы были с ним навеки. Ишуа сказал ученикам своем, я не называю вас больше рабами, я называю вас братьями. Мы если покаялись, мы становимся его братьями и сестрами. Я хочу призвать вас к нескольким вещам. как Филимон должен был простить своему рабу и принять его обратно как брата. Как Бог принимает нас и прощает нас точно так же и мы должны прощать другим. Он не напоминает все то зло которое было. Он не напоминает совершенно все плохие вещи что Анисим сделал. Так и Бог не напоминает нам все плохие вещи которые мы сделали. Он просто принимает нас и дает нам еще один шанс. Так Он говорит вы также относитесь к своим братьям. Потому что иногда мы знакомы с кем-то с кем-то кто как человек очень плохой человек. Возможно даже даже когда он покаялся этот человек продолжает делать плохие вещи и обижает тебя. Но в какой-то момент что-то происходит с ним. И Бог говорит тебе прими его прости ему. Не напоминай ему все то злое что он сделал и ты не вспоминай об этом. Принимай его как он есть. Другая вещь. Изменяйся. Потому что без изменения нет действительно внутреннего прощения. Употреби всю силу чтобы искать его лицо. чтобы быть полезным Богу и другим людям. Искать его желание. И третья вещь. Если сегодня ты все еще тот кто убегает от Бога вернись к Нему. Потому что он действительно ждет тебя. Он дает тебе возможность покаяться. Он показывает тебе возможность не быть разделен с ним на веки вечные. Он дает тебе возможность не получить это наказание которое грядет. Но принять его руку. это действительно только твое решение. Или будешь разделен с ним на короткое время или на веки вечные. Или будешь с ним на веки вечные. На этом я хочу закончить. Давайте все вместе встанем помолимся. И если есть здесь люди которые действительно хотят покаяться, вернуться к Богу, не те, которые уже однажды просили у него прощения. Те, которые действительно чувствуют, что они должны вернуться к Богу. вы можете пройти сюда и мы помолимся за вас. Аллилуйя Адунай. Господь. Отец наш, благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас через свою Писание. Мы просим прощения у Тебя, Господь. что мы однажды и возможно даже сегодня отвернулись и шли по своей дороге. что иногда мы хотим освободиться от Твоей власти и быть свободными. что мы не всегда доверяемся Тебе как должно. Прости нам. Мы благодарим Тебя за Иешуа Мессия. Что взял на Себя то наказание которое принадлежало нам. Что Он вместо того, чтобы разделить нас с Тобой Он приблизил нас к Тебе. потому что из-за наказания мы должны были быть разделены с Тобой но Он соединил нас. Мы благодарим Тебя за то что Ты принимаешь нас сегодня. Благодарим за то что Ты прощаешь нам. Благодарим Тебя за то что Ты даешь нам еще один шанс и еще один шанс. Иногда мы разочаровываем Тебя. Но Ты все еще улыбаешься и даешь нам еще один шанс. Благодарим Тебя за великую любовь. Помоги нам изменяться и искать Твоего лица. Помоги нам быть полезными другим и искать Твоего лица Твоей воли. Сделай так чтобы характер Иешуа был в нас. Как мы молились вначале Наполни нас любовью и силой. Благодарим Тебя во имя Иешуа. Аминь. Отец я также прошу о людях которые болеют. Исцели их крепкой рукой своей. просим за генжибаевых исцели их и всех остальных которые нуждаются в Твоем исцелении. Во имя Иешуа. Аминь. Аминь. И вархеха адунай ваишмиреха яэр адунай пана вэлеха ваихунеха иса адунай пана вэлеха ваисем лиха шалом. Даруй твой шалом Абе. Аминь. Шаббат шалом вэтиюм и вурахим вэшавуато. Шаббат шалом будьте благословенны и хорошей вам недели. Гребен. 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 Шаббат